Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Судей. И сегодня мы будем читать с вами 10 главу. В этой главе рассказывается о том, что были разные судьи, которых воздвигал Господь после смерти Авамелеха, после его бесславной кончины, был Фола и Аир, и о том, как амонитяне и филистимляне угнетали Израиль. И мы читаем с первого стиха и ниже. После Авамелеха восстал для спасения Израиля Фола сын Фуи, сына Додова, из колена Иссахарова. Он жил в Шамире, на горе Ефремовой. Он был судьей Израиля 23 года и умер и погребен в Шамире. После него восстал и Аир из Галаада и был судьей Израиля 22 года. У него было 32 сына, ездивших на 32 молодых ослах. И 32 города были у него, то есть у них. Их до сего дня называют селениями Иаира, что в земле голландской. И умер, и Аира погребен в Камоне. Экзегеты говорят, что это так называемые малые судьи были клановыми вождями, принимавшими на себя командование для изгнания врага. Они носят имена племен Фола и Фуа, племена колена Иссахарова, племя колена Манасина в земле голландской. То есть их правление было больше символическим. Ничего такого особенного в их правлении не происходило. И далее мы читаем о том, что аммонитяне и филистимляне угнетают израильтян. Аммонитяне как бы долгое время стояли на первом месте, но их начинают уже опережать филистимляне. И под конец филистимляне станут главными врагами евреев, чем нежели аммонитяне. И мы читаем. «Сыны Израилевы продолжали делать злое предачами Господа и служили Ваалам и Астартам, и богам арамейским, и богам седонским, и богам мавицким, и богам аммонитским, и богам филистимским, а Господа оставили и не служили ему». Мы здесь видим, что количество ложных культов возрастает. И воспылал гнев Господа на Израиля, и он предал их в руки филистимлян и в руки аммонитян. Вот здесь филистимляне выходят на передний план. И до времен царя Давида они будут доминировать среди врагов еврейского народа. Они теснили и мучили сынов Израилевых с того года, 18 лет, всех сынов Израилевых по ту сторону Иордана в земле амморейской, которая в Галааде. И, наконец, аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудой и Вениамином. Кстати, вот в земле Иуда и Вениамина как раз и находился Иерусалим, святой город. Поэтому это все не просто так. И весьма тесно было сынам Израиля. И возопили сына Израилевы Господу. Вот здесь мы видим, что народ Божий, когда он забывает о Боге, чтобы он возопил к Богу, Господь делает их жизнь стесненной. Может быть, и жизнь россиян, стесненная в чем-то, или жизнь других народов, стесненная тоже в чем-то. Эти стеснения Господь попускает, чтобы мы все-таки возопили к Господу, чтобы мы пережили такое всецелое национальное покаяние. «И возопили сына Израилева Господу и говорили, согрежили мы пред тобою, потому что оставили Бога нашего и служили валу». Ведь, собственно говоря, получается, что на израилетян, которые стали служить разным богам, в том числе филистимским, нападают их единоверцы – аммонитяне и филистимляне. Ведь мы прочитали выше, что евреи стали служить богам аммонитским и богам филистимским. То есть, как бы они, как неофиты, которые перешли в язычество, а Бог наказывает их этими самыми язычниками. Вот Богу, ему как бы свойственность, так можно сказать, наказывать людей их собственными грехами. Вот Россия, она же поклонялась Америке в свое время, в 90-е, вспомните, еще при Горбачеве до него, в Европе поклонялись. И потом, какие проблемы? То есть, Бог наказывает людей их богами. Как Египет был наказан их богами. Они поклонялись Нилу, Нил восмердил. Они поклонялись там мошкам всяким, скоробеям. Они воскишили там. И так далее. И вот здесь мы видим вот такую же ситуацию. И возопили сына Израилева Господу и говорили, согрешили мы пред тобою, потому что оставили Бога нашего и служили валу. Казалось бы, это должно было их приблизить к аммонитянам и филистимлянам. Но ничего подобного. И когда мне приходится беседовать с сатанистами, родители иногда приводят их, как правило, это молодые люди, я им говорю, а что вы ищете в сатанизме для себя? Они говорят, преимущества. Я говорю, какие могут быть преимущества? Они говорят, мы в аду будем пытать христиан, там, мусульман, всех других. Мы будем там кочегарами всякими и так далее. На самом деле дьявол больше всего ненавидит именно тех, которые ему служат. Он их ненавидит, потому что он источник зла. Как можно ожидать от него каких-то привилегий, там, добра, если он источник зла? Он ненавидит тех, кто ему служит. Он трепещет Бога, боится святых и так далее. И то, что они стали поклоняться богам, аммонитян, филистимлян и богам других народов, это их не спасло. Эти же аммонитяне, филистимляне наверняка с изображениями своих богов пришли и стали их убивать. Потому что на войну тогда ходили с этими статуями всякими и стуканами в походном варианте. «И сказал Господь сынам Израилевым, не угнетали ли вас египтяне, и аммореи, и аммонитяне, и филистимляне, и седоняне, и амаликитяне, и мавитяне, когда вы взывали ко мне, не спасал ли я вас от рук их?» То есть, когда их гнали эти люди за единобожие, Господь всегда вмешивался. «А вы оставили меня и стали служить другим богам». Вот богам своих врагов, скажем так. В свое время я делал беседы на книгу «Исход», это было давно, несколько лет назад. И там надо было прокомментировать, вот почему Моисей убил египтянина. Я стал смотреть комментарии отцов, и они говорят, он в себе прежде всего убил египтянина. Тогда я подумал, а вот наша российская молодежь, кого в себе должна убить? Там некоторые мне подсказывали, надо убить в себе американца, европейца, кого-то еще. То есть, поклонение другим богам – это по-еврейски называется «авадазара», чуждое служение. Чуждое – это не ваше. То есть, то, от чего надо дистанцироваться. Поэтому Господь говорит, а вы оставили меня и стали служить другим богам, зато я не буду уже спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали. Пусть они спасают вас в тесное для вас время. Вот сейчас вот эта эпидемия разразилась. И кому взывать людям? К христианскому богу, от которого все отказываются. Дехристианизация происходит в Европе, в Америке. Или к богам ложным доллар не поможет, евро не поможет. Люди сидят в тесных квартирах, смотрят друг на друга. Наверняка дети с укором смотрят на родителей. А почему вот такое происходит? Они могут это спросить. «И сказали сына Израилеву Господу, согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне». Они поняли, что бог – это все равно милость и любовь, даже если он будет их наказывать. А вот эти племена, народы, языки – это как смертные грехи, которые наваливаются на человека. И далее «И отвергли от себя чужих богов и стали служить только Господу». Вот это уточнение «только» – это берется из септуагинты, греческого перевода Библии, который был сделан в III веке до Рождества Христова. То есть, отвергнув других богов, они без сомнения стали служить только Господу. И не потерпела душа его страдания Израилева. Ну, здесь антропоморфизм, душа Господа, говорится. Не потерпела страдания Израилева. То есть, средоточие души – это сердце. Конечно, у бога нет ни души, ни сердца. Бог – абсолютно чистый дух, у него простая природа. Потому что все, что сложное – это смешение, это примитивно. И бог вмешивается в ситуацию. Аммонитяне собрались и расположились станом в Галладе. Собрались также сыны Израилевы и стали станом в Массифе. Народ и князья галаадские сказали друг другу, кто начнет войну против аммонитян. Тот будет начальником всех жителей галаадских. То есть, еврейские сарим, князья галаадские, они предлагают кому-то начать войну, то есть, выйти вперед. И если кто-то проявит такое мужество, он будет начальником всех жителей галаадских. Итак, мы сегодня окончили чтение десятой главы книги Судей. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать одиннадцатую главу. Берегите себя, друзья. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Спасибо, Христос! Продолжение следует...